У меня как раз, Владимир, вопрос. А, Владимир, у вас меньше сомнений на этот счет? Кто стоит за этим терактом? Я хочу сейчас о фактах сказать. Последние два года внутри ФСБ развивался то, что нам достоверно известно от наших источников, в чем я не сомневаюсь. Здесь могу открыто говорить, и это можно будет проанализировать на основе большого количества публикаций. Внутри ФСБ последние полтора года, два года, нарастал внутренний конфликт между, с одной стороны, командой, которая олицетворяет генералов Алпатов и Королев. Это первый заместитель директора ФСБ Королев. Алпатов, который сейчас курирует службу экономической безопасности, до этого контролировал управление МФСБ, и курировали они МВД, Следственный комитет, суды, МЧС и так далее. А с другой стороны стояла очень мощная фигура генерала Дорофеева, который был формально начальником у ФСБ по Москве и Московской области и был рангом ниже, чем Королев с Алпатовым. Но де-факто в его руках были огромные властные полномочия, потому что, во-первых, Дорофеев был параллельно вхож к Путину, и плюс он возглавлял вот это вот там у ФСБ управление Монстр, которое курировало и Москву, и Московскую область. И при том, что номинально он был как бы человек с земли, а те были из центрального аппарата, но де-факто, так как он контролировал и Новоогарёва, и Лубянку, и Кремль, это всё на его территории, у него были огромные полномочия. Последние полтора года и Королёв, и Алпатов давали волю всем подконтрольным им телеграм-каналам лить помои на Дорофеева с тем, чтобы так или иначе его снести. И вот сейчас, как раз, чтобы было понятно то, что ещё происходит, вот эта битва бульдогов под ковром, Путину сейчас две разные команды дают разные проекты указов с тем, чтобы он либо перед одной из групп влияния, либо перед другой выполнил свои обязательства и повысил их до каких-то определённых значений, увеличил полномочия. И вот эти последние месяцы внутри ФСБ, на Лубянке и, соответственно, на Старой площади разыгрывалась битва, какая из этих групп генералов не уцелеет, будет отправлена в отставку, что автоматически, по сути дела, приведёт к их арестам, задержаниям, к отъёму их активов и так далее, а какая, наоборот, выиграет. И вот что мы сейчас понимаем? То, что сейчас происходит, по сути дела, автоматически приведёт, скорее всего, к отставке начальника ФСБ по Москве и Московской области, потому что на вверенной ему территории происходит прямо сейчас ужасный теракт, там больше 50 человек погибло, огромное количество пострадавших. Но кто был интересантом того, чтобы на Дорофеевской территории это всё произошло? Я уже озвучил фамилии этих генералов. Алпатов, Королёв и Ижи с ними играли в эту игру для того, чтобы на место Дорофеева поставить своего человека. Соответственно, за кадром это разные управления ФСБ, которые способны на всё, потому что на самом деле кто контролирует центральный аппарат и у кого в руках ещё и власть над ФСБ по Москве и Московской областью, тот де-факто контролирует всю Россию, всю экономику, все финансы, все посты. И это идёт сейчас параллельно, вот там за кадром идёт битва за монополию. Какая из двух групп генералов овладеет полностью монополией над Федеральной службой безопасности. И поэтому я вполне допускаю, что одна из этих групп влияния могла допустить совершение этого теракта для того, чтобы расчистить себе дорогу и, наконец, нести генерала Дорофеева. Ещё раз подчеркну, против Дорофеева два года подряд помоялились, притягивались за уши. Я сейчас его не обеляю, он мне ни друг, ни брат. Я в жизни его никогда в глаза не видел. И знаю, что это не очень хороший, мягко говоря, человек. Но сейчас эта карта будет разыгрываться для того, чтобы его снести. А вот эти вот персонажи, такие как первый зам директора Королёв, начальник СЭБа Алпатов, чтобы они продвинулись вперёд и вверх. Один из них занял пост директора ФСБ, другой занял пост министра внутренних дел. И ещё какого-то своего человека они поставили на главк по Москве и Московской области, потому что очевидно, что, скорее всего, Дорофеева, я не знаю, там, сегодня, завтра, послезавтра, наверное, его отправят в отставку, потому что, ну, это его территория, и они здесь проморгали. Рамки не работали, дали возможность отъезда. Плюс, при том, что это место проведения массового мероприятия, в тот же самый, там, спецназ ФСБ туда приехал, там, с огромным-огромным опозданием. И всё, что там сейчас происходит, это на самом деле... То есть это 100% вот это провал ФСБ в любом случае, в чистом виде. Но внутри ФСБ сейчас будет битва, на кого это взвалить, и кто уцелеет от этого. По-хорошему, конечно, Бортникова и, там, первого зама, и начальнику ФСБ Московской области нужно, как минимум, там, задерживать и увозить на допросную, как всё это произошло. Но кто их может арестовывать и задерживать, когда они полностью сегодня контролируют и Следственный комитет, и Генпрокуратуру, и суды, и так далее? Ну, Бортникова и так хотели увольнять, но у меня два сообщения. Во-первых, нас в прямом эфире смотрит 65 тысяч зрителей. Это благодаря вопросу Савика. А кто бы сомневался. И благодаря тому, что Марк на таком фоне красиво сидит. Значит, два очень важных сообщения. Очевидцы нападения в сити-холле говорят, что нападавшие выглядели, как азиаты и жители Кавказа, цитата, и общались на иностранном языке, не по-русски. И дальше. Пишут, что в розыск в связи с терактом в Крокусе объявлены трое уроженцев в Ингушетии. Марк, что вы об этом скажете? Ну, я вот смотрю новость. Извините, в Москве повально закрывают рестораны. Это паника. Ну, тут смотрите как. Да, я вижу вот этих Ингушей, которых выложены в розыск объявлены указанные лица. Ничего не известно, так сказать, были они в оперативной разработке или нет. Пока рано говорить о том, почему именно их выложили. Ну, действительно, так сказать, какое отношение они имеют к терактам. Но насчет того, что очевидцы видели. Видимо, все-таки люди снимали на телефоны. Мы, может быть, не все видели то, что выложено. И разговаривали они, скорее всего, на ингушском языке. Если они в Айнахе, то говорили не на каком-то иностранном. Ну, это, конечно, иностранный для русского. Конечно, все иностранное. У него даже украинский иностранный. Но это, скорее всего, они говорили на родном языке. Это сознательно они делают для того, чтобы не понимали, о чем они между собой разговаривают. Это обычное дело. Чеченцы всегда говорят на чеченском. Ну, ингушский и чеченский почти рядом языки. Там разница не очень большая. Поэтому, скорее всего, похоже, что действительно исполнителями, вот непосредственно те, кто был в Крокус-сити-холле и расстрелил из автоматов, это были представители каких-то сепаратистских групп. Возможно, религиозных групп. Похоже, что они салафиты. Но, опять же, это по фотографиям в розыск объявленном не определишь. Возможно, это сторонники ИГИЛ. Это немножко другое все-таки от сепаратистов отличается, от национально-религиозного подполья это отличается. Если это международные, так сказать, организации, и там есть свои адепты, то это направлено несколько по-другому, на другое. Но если установлены эти уже лица, пишут про какую-то машину Рено, там в Тверской области зарегистрирован, ну, теоретически, наверное, сейчас последует какое-то заявление от какой-то из организаций, которая возьмет на себя ответственность, возможно, за проведение этого теракта. Но явно на нас с вами, ну, и, Володя, тоже не похожи они. На украинцев не похожи. Не похожи на украинцев, да. И на евреев тоже как-то не смахивает. Вы видели их лица? Но зато это смахивает на то, что говорил Владимир. Вот это как раз может и быть. Смотрите, Владимир все правильно рассказал. Действительно, между Королевым, который сменил Смирнова на пасу первого заместителя, там действительно они с этим Дорофеем, я уж не знаю, сколько уже лет, это все продолжается. Как это может происходить? Ну, конечно, они могут знать, что-то контролировать, видеть и говорить, слышь, а давай мы ничего делать не будем, пусть оно как бы... И Дорофейка, он погорит на этом. Может такое быть? Да налево, направо. Аппаратная война никогда не отменялась в системе ФСБ, прежнего КГБ и так далее. Там пирамидально устроена эта система, там свои совершенно интересы разноправленные абсолютно. И поэтому дать свершиться чему-то, это, говорит, не зона ответственности. Это как в анекдоте. Говорит, вилку вытащил, в глаз ватнул, а в Тальмол до восьми работает. Поэтому такое возможно. Такое возможно. Но, повторяю, для этого нужно дополнительные какие-то вещи. Я прошу прощения. Ну, я, во-первых, всех наших зрителей рассмешу. Мне Олеся пишет. На Фейгине костет. Я начал вглядываться, какой костет. Она мне пишет дальше. Растет. Растет. Стрим растет. Костет. Друзья, к нам присоединяется Роман Доброхотов, основатель и шеф-редактор издания «Инсайдер», которая расследовала сбитие малайзийского Боинга МХ-17 над Донецкой областью, отравление Навального и Скрипали, убийство Немцова и многое другое. Так, мне пишут, присоединяется. Ага, пять минут. Пять минут. Хорошо. Хорошо. Ждем Романа Доброхотова. Володя, да, вы хотели что-то сказать? На вас тоже костет. Да, я просто хотел сказать, что на самом деле все-таки они были там вооружены до зубов. А извините, Володя, извините, Роман Доброхотов готов, мы его подключаем, и вы продолжайте. Роман, да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Не очень добрый, но вечер, да. Но вечер. Здравствуй, Ром. Привет. Да, привет, Роман. Мы сейчас дослушаем Володю Осечкина. Я представлю, если вы не видите, кто у нас в кадре, у нас Марк Фегин, Владимир Осечкин, Савик Шустер и ваш покорный слуга. Да, я просто одну фразу, и, конечно, да, Роману с удовольствием нужно послушать. Я просто хотел сказать, что группа из минимум пяти боевиков хорошо вооружена, экипирована. Как все это могло быть без, скажем так, допущения этого, вот закрытых глаз ФСБ? Вот мы сейчас с вами в пятером отправимся, мы к Москве не подъедем, нас всех быстро арестуют, и тем более как раз вот в основном и нами как раз там и занимаются, с тем, чтобы нас там арестовывать, уголовные дела, заочные аресты, объявления там агентами, экстремистами, оправдывающими террористов и так далее. В то самое время, когда как раз и нужно было бороться с преступностью, пресекать подобные теракты, ловить тех, у кого там рюкзаки, набитые оружием, рожками с автоматами, взрывчаткой, огнеметами и так далее. В это время ФСБ занималось противодействием Фейгину, Доброхотову, Грозьеву, Шустеру, Гордону, мне... И планировали их еще убить всех, и с Гордоном, и с Авиком, и... Да, еще, да, и кого-то отправлять, чтобы там где-то за рубежом нас убивать. А они вас спрашивают, что они это делают без всякого вот этого. Ну, я все, я лучше... Я Роману слушаю. Уважаемый Роман, во-первых, спасибо, что вы к нам присоединились, вы всегда носитель особо ценной информации. Есть ли у вас какие-то инсайты по тому, что сегодня произошло в Крокусе? Ну, конкретно потому, что в Крокусе произошло, нет, скорее, больше по общему контексту. Ну, во-первых, я согласен с Владимиром, что здесь сразу бросается в глаза то, что этот парадокс, что если активист пишет просто у себя в Твиттере, что он собирается на одиночный пикет, то его у подъезда уже будут встречать силовики вооруженные. А здесь мы видели предупреждение. Две недели назад все мировые СМИ говорили о том, что в Москве готовится теракт. Мы не видели никаких особых повышенных мер безопасности. Вот на этих видео видны, что вот эти огромные стоят металлоискатели, и рядом с ними нет никого, когда входят эти автоматчики. То есть обычно, даже в обычных условиях есть какие-то силовики, а тут не было явно уж точно никаких повышенных мер безопасности. То есть это говорит о том, что как минимум российские власти полностью проигнорировали все те сообщения, которые шли от западных спецслужб. И это вызывает вопросы о том, что действительно ли это просто такой вот профигизм российских властей и чиновников, или это теракт на самом деле был предусмотрен самим же Кремлем. Потому что здесь есть несколько интересных моментов, на которые не все, может быть, еще обратили внимание, но о том, что предыдущее предупреждение о теракте, вот перед тем, которое было недавно, две недели назад, предыдущее предупреждение, очень похожее по своей сути, было два года назад, ровно перед полномасштабным вторжением, когда опять же все мировые СМИ писали со ссылкой на власти своих стран о том, что они предупреждают граждан о том, что не надо ездить в Москву, потому что там возможен теракт. И это воспринималось очевидно как возможное предупреждение о том, что Путин собирается что-то устроить, чтобы использовать это как казус Белли для войны с Украиной. Тогда теракта не произошло, и многие говорили о том, что теракта, собственно, не произошло, потому что после того, как было такое предупреждение, уже было понятно, что если Путин что-то такое сделает, ну это будет всем слишком очевидно, что это он же и организовал. И вот теперь снова такая ситуация, когда опять все западные спецслужбы предупреждают заранее. Поэтому, конечно, здесь начинаются подозрения, и надо, я думаю, здесь будет последить за следующими событиями. Например, если мы завтра услышим о том, что Путин использует этот теракт для того, чтобы начать массовую мобилизацию, и говорить о том, что надо срочно вводить военное положение, посмотреть, что происходит в центре Москвы, и использует это явным образом для себя, то подозрение моей личности сильно увеличится в связи с тем, что, да, возможно, например, какие-то те люди конкретные, которые участвовали в этом теракте, это могут быть какие-то афганцы, но мы знаем, что российские спецслужбы, в том числе ГРУшники, за которыми мы наблюдаем, активно общались, вербовали афганцев в последние годы, и вполне могли, например, использовать те группировки, с которыми они общаются, и для организации теракта. Поэтому даже если действительно это настоящие какие-то террористы, вопрос о том, кто этих террористов туда, в этот центр, направил, он будет оставаться актуальным. Две новости, три. Ну, во-первых, нас смотрит 70 тысяч зрителей в прямом эфире. Во-вторых, какой-то дегенерат, первый зампред Совета Федерации по обороне Виктор Болдырев обвинил Украину в теракте в Москве. А тем временем телеграм-каналы публикуют фотографии подозреваемых в теракте в Крокусе. Пять фотографий, ну, все с бородами, внешность такая колоритная у всех. Явно не украинцы, явно. Вот, Володь, что вы думаете об этом? Марк, что вы думаете? Ну, во-первых, я думаю, что ФСБ сейчас прямо запросто может распечатать, у них есть фабрика в Москве по изготовлению поддельных документов. Сейчас, если нужно, они очень быстро им виды на жительство, украинские паспорта выдадут, там, и все остальное. То есть, если нужно будет подкинуть где-то там записку на мове, внизу, значит, напишут дякую, и виды на жительство, это они могут сделать. Ну, вот я, слушая роман, я вдруг вспомнил то, о чем я, видимо, упустил, забыл сказать. В прошлом году мы публиковали интервью свидетельства бывшего агента ФСБ Баурджана Култанова, который был в России осужден за участие в ИГИЛ, в бытность свою в местах лишения свободы был завербован сотрудниками ФСБ, подготовлен в качестве агента. Вот это очень важно, потому что это 100% это то, что бьется, то, что мы потом перепроверяли вместе с Лилией Епаровой для публикации для «Медузы», то, что было подтверждено еще там другими способами. Значит, ИГИЛовец, человек, который побывал в ИГИЛ, был в последующем завербован сотрудниками центрального аппарата ФСБ, освобожден, получил очень маленький срок, при том, что за подобное они сейчас дают по 15-20 лет строгого режима. Дальше ему помогли сделать заграничный паспорт, полностью заменив ему фамилию, имя и отчество, создав ему новые фактически ID, и все это курировалось ФСБшниками. И в последующем его, вдумайтесь, сначала ФСБ вербовало для того, чтобы отправить в Украину, для того, чтобы он там находил какие-то джематы, вступал в них для какой-то агентурной работы, но потом в последний момент его кураторы сменили решение и его отправили в так называемую внешнюю среду как агента, для того, чтобы он поехал в Турцию, откуда, кстати говоря, его турецкие спецслужбы и депортировали, и в руки передали сотрудникам ФСБ в Москве. Они к ним отправили человека, которого они уже перевербовали, для того, чтобы он в Турции занимался агентурной работой, в том числе речь шла про какие-то там заказные убийства и так далее. Это факты, это опубликовано на канале ГУЛАГУНЕТ, и это то, чем занималось ФСБ. То есть ФСБ, тех людей, которые возвращались из ИГИЛ и были причастны к каким-то радикальным движениям, незаконным вооружённым формированиям и террористическим организациям, на системной основе ФСБ их вербовало, превращало в своих агентов, освобождало досрочно, давая маленькие сроки, передавало им документы, меняя им полностью ID, чтобы их отправлять за границу. И вот здесь мы видим то, что сейчас всплывает и происходит. Поэтому здесь ещё нужно смотреть по документам, по их фотороботам, по фотографиям, по их данным. Были ли они каким-либо образом, принимали ли они участие в каких-то незаконных вооружённых формированиях либо террористических организациях, и были ли они так или иначе в местах лишения свободы и так далее. Потому что если были, тогда ещё раз, здесь вот схема, она очевидна, и она используется. И я не знаю, именно вот эти вот пятёрка, были ли завербованы именно таким способом, но то, что установлено, что ФСБшники вербуют участников террористических организаций для каких-то спецмероприятий и спецопераций, это то, что мы ещё год назад, в 2023 году, публиковали, показывали. Правда, тогда это было опубликовано в ряде СМИ, но какой-то широкого резонанса это не вызвало, потому что в целом там творится трэш с этой войной, и не до этого всем. Но вот такие схемы имеют место. ФСБшники вербуются террористов для того, чтобы их использовать. Мы сейчас Марку предоставим слово, пока я прошу Савика подумать над вопросом Роману. А я только скажу, что чудом выжил Сергей Светлаков в теракте в Крокус-Сити-Холле. Артист был одним из зрителей. Марк, пожалуйста. Ну, я, в общем, хочу сказать, что здесь мнение Владимира, оно, безусловно, обладает всей степенью достоверности, и подобного рода оперативные мероприятия, которые осуществляются службой ФСБ и так далее, мы видели. Нам нужна маленькая связь, нужна ниточка, которая связывает знание это и вот эту предварительную информацию, которая прежде была, с двумя вещами. Ну, с точки зрения сугубо юридической, нужен мотив. Очень важный мотив, который конвертируется в конкретные утилитарные цели, да? То есть, осуществить этот теракт, да, первое, для того, чтобы подставить Дорофееву, внутриаппаратная борьба должна привести к усилению влияния группы Королёва, первого заместителя, очень амбициозного, кстати, генерала, который там и в президенты может метить и так далее. Вот, значит, и уж точно ему не понравится, что дочки будут какие-то сидеть. Он, значит, всю жизнь пырял, стал миллиардером там на шестом десятке, и вдруг ему, значит, нужен такой облог. А вторая причина, как это, какие у этого могут быть цели утилитарные у власти в целом? То есть, как она будет это всё использована? Если мы найдём эти ключевые объяснения и сведём воедино, тогда можно говорить о такой версии, достоверной версии. Я сам не сковен, конспирология, поэтому мне нужны конкретные факты, которые увязываются воедино со всем происходящим. Плюс, ну, как бы, если это действительно подтверждается, этих людей эту пятёрку должно убить. Их не должны найти, не должно остаться следа. Для того, чтобы это можно было хоть каким-то образом опровергнуть или подтвердить, всё должно исчезнуть. Ну, и плюс, смотрите как, если есть сторонняя организация, это тоже очень важно, какая это будет организация, которая заявит, да, мы авторы этого теракта. Наши боевики, наши воспитанники, наши адепты вот вошли в это здание, пятёрку расстреливали из автоматов, значит, пали смертью шахидов и так далее, и так далее. Если этой организации нет, то, конечно, вопросов больше всегда, потому что адресация, она такая. Даже если это организация ИГИЛ, там какие-то остатки, или другие какие-то локальные группы, и так далее. Если этого нет, то, конечно, тут допущение о том, что в самом внедрах ФСБ такие вещи могли дать ход им, я даже не говорю, что организовать, зачем светить-то так. Ну, если знаешь, кто-то готовит теракт, ты просто ему не мешай. Он сам всё сделает. Ничего не надо вообще. Вот говорят, как проникнуть в этот Крокус-Сити, он охраняется. Кстати, там, может, кто не знает, этот Крокус принадлежит Агаларову. Да, раз Агаларов. Но там, помимо Агаларова, там есть ещё и людей из близкого окружения Путина, деньжатые, интересы там есть. Там ничего так просто. Не только Агаларов. Отец и сын. Ну, там отец, прежде всего, главный. Он друг президента Азербайджана Алиева. Близкий друг Муслима Магомаева. Ну, это понятно. Они все из Азербайджана. Так или иначе. Алиевы. Агб, ФСБ. Да, да, естественно. Ну, там известно, что с ними крутится, значит, некоторый... Нарышкин, известно, имеет близкие отношения туда же. Значит, он, как удивительное дело, он имеет с группой азербайджанцев татов. Таты – это такие, использующие иудаизм. Евреи горские. Ну, горские евреи, но они не совсем семиты, но неважно, исповедуют иудаизм, в конечном итоге. Вот он, Нарышкин, с ними крутится. Это известная история с несколькими очень видными татами, которые как раз связаны с Агаларовским семейством и этим кланом. Поэтому тут множество может быть. Представляете, у Агаларова взяли и сожгли домик. Тоже, знаете, интересно такое. 12,5 тысяч квадратов, ясно, что там ничего не останется от этого. Крокус-сити-холл, гигантский зал, очень престижный, кстати сказать. Крив и такая умозрительная путь, но связь между этими событиями каких-то ответственных лиц. Потому что, поправь меня, Володь, вот он Королев вместе с Ткачевым и все это, и Алпатовым, они же с Кавказа откроют. Ну, то есть, имеется не с Северного Кавказа, они из Краснодарского края все эти товарищи. Правильно? У них сложная биография. Они периодически про себя там вбрасывают и фейковые фотографии, и фейковые биографии, и фотографии, и биографии. Я бы сейчас, если позволишь, мне все-таки понравилась деталь, о которой Роман правильно очень сказал, обратил. Там действительно, если мы посмотрим на эти видео, рамки-то металлоискателей, обычно везде стоят охранники с рациями, с наушниками и так далее. Кто охранников отвел от рамок? Кто мог это сделать, чтобы рамки стояли просто сами по себе? И не работали, и еще и охранников не было. Но это же, ну, настолько здесь все вот видно и очевидно. Еще и камеры, наверное, не работают, окажется. И, да, и вот Марк рассказывал про большую парковку, сколько я там был, я, по крайней мере, я чуть раньше тебя, Марк, уехал из России в 2015 году, за меня взялись уже тогда, делали болезненно. Но, сколько я помню, ты там заезжаешь с одного и того же места, с Амкада, сворачиваешь и выезжаешь. Там нету десяти въездов и выездов. То есть перекрытие. Ты огибаешь вот так на машине, но я просто на машине все время ездил. Тебе надо вдоль его проехать, и ты как бы его весь объезжаешь. заблокировать выезд и поставить там посты, чтобы проверять, чтобы никто оттуда не уехал на машине, это делается там элементарно, насколько я понимаю, помню. Пешеходный, там есть мост, вот мне сейчас, пока мы разговаривали, мне один из моих старых знакомых написал, что сейчас построили какой-то пешеходный мост на ту сторону, в Красногорск. Но опять же, как бы, да, то есть при совершаемом теракте в режиме онлайн для центра специального значения ФСБ с их вертолетами прилететь и закрыть крокус, там, два-три отходных пути, чтобы закрыть возможные пути отступления, это делается элементарно. Почему этого не было сделано? Ну, это история туда же про рамки, вот про которые Роман сказал. Субтитры создавал DimaTorzok